Киржач. Почти 4000 владимирцев решили начать год с поиска новой работы. Как выяснили аналитики HandHunter, среди решивших сменить работу в начале года преобладают мужчины. На них приходится почти 68% резюме. Что касается возраста, в 52% случаев это люди от 18 до 30 лет. 9,5% резюме принадлежат соискателям старше 50. Исследования HandHunter показывают, что в 2019 будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по продажам, а также IT-специалистов. К Крещению в области появится минимум 51 купель. Соорудить их обязаны органы местного самоуправления. Во Владимире традиционно крещенские купания пройдут на Семязино, Глубоком, Заклязьминском пруду и Гусинки. Предполагается, что на эти четыре водоема придут около 6000 человек. У купелей, список которых приводится на сайте МЧС, в крещенскую ночь будут дежурить медики, полиция и спасатели. Безопасность купающихся обеспечит более 500 человек. Рядом с официальными купелями поставят палатки для обогрева и раздевалки. Ивану Константинову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». Владимирский борец проявил себя на международных соревнованиях. Иван завывал золотую медаль на пятом чемпионате мира по спорту глухих в дисциплине «Греко-римская борьба». Он проходил во Владимире в июне 2018-го. Право выступать на этих соревнованиях спортсмен получил после того, как в феврале прошлого года выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих. История Владимирского торпеда в фактах и фотографиях. Футбольный клуб пытается ее сохранить на своем официальном сайте. В разделе «Все торпедовцы» информация о людях, которые играли за команду или работали в ней на тренерских и административных должностях. Фотографий разного качества и пробелов в этой галерее очень много. Список торпедовцев, чьи качественные фотографии еще предстоит найти, приводятся на сайте команды. Если у любителей футбола есть возможность представить недостающие снимки, то их просят писать на электронную почту, адрес которой сейчас на экране.